Всем привет! В этом видео я покажу 7 лучших ноутбуков стоимостью до 70 тысяч рублей. Поехали! Пальму первенства сегодня забирает мощный геймерский лэптоп S16 от Machineike. Но так получилось, что он хорош не только в играх, сейчас я обо всем расскажу. Под капотом процессор 12-го поколения Intel i5-12450H с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. Ноут оснащен дискретной видеокартой RTX 3050 на 4 гига памяти GDDR6. Ее вполне хватает для Full HD разрешения в любых современных AAA тайтлах. Например, в Red Dead Redemption 2 на высоких настройках средний фреймрейт будет находиться в районе 44 кадров. А в некоторых игрушках можно даже подрубить трассировку лучей, которая вкупе с DLSS не сильно просадит фпс. В стоке доступна только одна планка ОЗУ на 8 гигов. Но этот показатель можно увеличить. К комплектному полутерабайтному SSD также есть возможность добавить второй накопитель. По части разъемов есть буквально все. Помимо уже привычных Type-C и Type-A портов, сюда уместили даже RJ45. Мини-дисплей порт и кардридер, не говоря о стандартных HDMI и мини-джеке для наушников. Дисплей в S16 не самый однозначный, для игр он идеален. Частота обновления 165 Гц, 16 дюймов, разрешение 1920 на 1200. А вот для работы с графикой ввиду 45-процентного цветового охвата NTSC он вряд ли подойдет. О дизайне говорить особо нечего. Это типичный игровой ноут с соответствующим ярким внешним видом. Клавиатура полноразмерная. Батарея на 54 Вт часа живет около 2-3 часов в играх, а в более простых рабочих задачах ее хватит примерно часов на 8. За девайс придется заплатить на пару кусков больше 70 тысяч, но он оправдывает свою стоимость. И ты точно не найдешь более интересный вариант в этом бюджете. Ссылки на данную модель я оставил в описании, переходи по ним, если хочешь узнать больше технической информации или посмотреть отзывы других покупателей. На втором месте стильная рабочая лошадка в лице MagicBook 16 от Honor. Это ноутбук, получивший 16-дюймовый экран с IPS-матрицей и Full HD разрешением. Поверхность полуматовая, охват sRGB 100%. Получается неплохой лэптоп для работы с графикой, да и начинка позволяет брать на себя даже тяжелые задачи. За вычислительную мощность отвечает шестиядерник Ryzen 5 5600H, а за изображение встройка Vega 7. На борту устройства сразу 16 гигов ОЗУ и SSD накопитель на 512 гигабайт. Большинство этого хватит за глаза и не нужно ломать голову над апгрейдом. Корпус ноута сделан из алюминия, есть сканер отпечатка пальца для быстрого входа в систему. Батареи хватает на 10-11 часов в рабочем режиме, зарядка идет через Type-C порт. Несмотря на внушительные габариты, лэптоп весит чуть менее 2 килограмма, его удобно носить с собой. А вот места для полноразмерной клавиатуры не нашлось, это можно сказать фишка Honor. Бухгалтеры вряд ли оценят такой подход, ну а в остальном каких-то претензий к ноуту нет. Стоит практически столько же, сколько и предыдущая модель в районе 72 тысяч рублей. Ты бы купил себе такой ноут по этой цене? Поделись мыслями в комментах и не забудь подписаться на канал, а также поставить лайк этому ролику, если тебе нравится мой контент. Третье место достается еще одному игровому ноутбуку, только уже от MSI, Bravo 15. Под капотом у него чуть менее интересная видеокарта RX 6500M, которая работает в паре с уже знакомым процессором 5600H. Их тандем также позволит поиграть в любые игрушки в Full HD, только уже с чуть меньшим фреймрейтом, чем у RTX 3050. К примеру, в Cyberpunk 2077 на высоких настройках будет консольный показатель FPS. Проблему решает включение FSR или снижение параметров графики. ОЗУ здесь тоже только на 8 гигов, поэтому лучше сразу заложить деньги на покупку еще одной планки. Благо, возможности для апгрейда имеются. Дизайн особо не удивляет. Типичная геймерская машина в стиле MSI. Экран стандартный для игрового ноута, Full HD разрешение, IPS матрица 15,6 дюймов и 144 Гц. Ничего плохого о нем сказать не могу, картинка яркая и в меру насыщенная. Если учесть, что лэптоп стоит около 65 тысяч, то это будет однозначно выгодное вложение. Кстати, в моем телеграме ты можешь найти еще больше подобных подборок, которые публикуются ежедневно. А для подписчиков доступны эксклюзивные скидочные промокоды, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к их числу. В середине топа оказался Redmi Book Pro 14 Ultra Book с крутейшим 2,5К экраном и стильным дизайном. Он получил 14-дюймовый дисплей, цветовой охват которого по стандарту sRGB составил 100%, а частота обновления 120 Гц. Хотя игровым его точно не назовешь. На борту вновь i5 12450H. Только уже без дискретной графики, а со встройкой UHD. Поиграть в серьезные ААА тайтлы особо не получится. Производитель поставил сюда современную память LPDDR5 объемом 16 гигов. На боковых гранях есть Thunderbolt разъем. Клавиатура здесь без нампада, зато есть сканер отпечатка пальца. К дизайну вообще никаких вопросов. Это строгий лэптоп в офисном стиле весом всего в полтора килограмма, который выглядит гораздо дороже своих 68 тысяч рублей. Пятое место занимает еще один ноут с крутейшим экраном VivoBook 15 от ASUS с приставкой OLED. Полагаю, ты уже догадался, какая матрица здесь установлена. Диагональ экрана 15,6 дюймов, разрешение Full HD, частота обновления 60 Гц. Цветовой охват DCI-P3 100%, что соответствует современным киношным стандартам. В качестве процессора используется восьмиядерник 5700U с графикой Vega 8. Практически для любых рабочих задач этого хватит с головой. Объем ОЗУ 16 гигов, а SSD 512. Батарея слабое место ноутбука, даже в щадящем режиме он вряд ли проживет больше 5-6 часов. Но это простительно, как минимум из-за шикарного экрана. Получается отличное решение для тех, кто работает с графикой. Цена ноута те самые 70 тысяч рублей. Продолжает подборку Aspire 5 от Acer. На первый взгляд это не самый примечательный ноут, но он отлично сбалансирован по всем параметрам. Здесь и мощная начинка в лице Core i5 1235U с графикой Iris XE, и 16 гигов ОЗУ, и неплохая автономность в районе 7 часов. Да и разъемами его не обделили. Есть и функциональный Type-C с Thunderbolt 4 и 3 Type-A, и даже RJ45. Экран здесь максимально типичный, Full HD IPS 60 Гц, 15,6 дюймов и 45% охвата NTSC. Само собой, для работы с графикой не лучшее решение, а вот для любых других задач сгодится. Забрать ноут можно примерно за 67 тысяч рублей. Завершает подборку еще одна модель от MSI Modern 14. Можно сразу догадаться, что это 14-дюймовый ультрабук. И он весит всего 1,4 кило, что позволяет назвать его самым легким устройством в подборке. У него довольно мощная начинка Core i7 1255U с хорошей встройкой Iris XE, которая позволит поиграть практически в любые игры с приемлемым фреймрейтом. Стоковый объем ОЗУ 8 гигабайт распаянных на плате. Дисплей здесь практически такого же качества, как и у предыдущей модели. Набор разъемов вполне неплохой. Есть даже Type-C с Power Delivery. Аккумулятор не самый емкий, но энергоэффективная начинка позволяет рассчитывать где-то на 7 часов непрерывной работы. Получается достойный лэптоп с легким весом, который удобно брать с собой. Да и цена вполне приемлемая в районе 66 тысяч рублей. Что ж, настало время закругляться. Ссылки на все устройства из топа будут в описании. Не забудьте заглянуть в мою телегу, где тебя ждут скидочные промокоды. Обязательно оцени видос лайком и подписывайся на канал, если тебе понравился ролик. Напиши в комментах, каким ноутбуком пользуешься ты, а мы с тобой увидимся уже очень скоро. Пока!